Есть связь. Добрый вечер. Добрый вечер. Идет сигнал? Здравствуйте, дорогие друзья. С вами OpenArt Академия и я, Светлана Гран. Мы ждем, чтобы вы присоединились к нашему эфиру. Сегодня у нас интересный эфир, связанный с новогодней открыткой. Сегодня мы и поэкспериментируем, и поговорим о истории открытки. Я даже подготовила вам из своих запасов, можно так сказать, коллекционных открытки. Я думаю, эта тема нам будет интересна. И пока вы подключаетесь к нашему эфиру, пишите, как вам видно, нас слышно, как со связью. И пока мы ждем, я немножко вас познакомлю с историей непосредственно открытки. Открытки, можно так сказать, зафиксированы были во французском альманахе с 1777 года. То есть это фиксация самой-самой старой открытки. К сожалению, они до наших времен не сохранились и не дошли. Но, как рассказывает нам история, открытки не были в том понимании и виде, которым мы привыкли с вами, в принципе, пользоваться. Это были красивые напечатанные картинки, на которых люди писали друг другу сообщения. Как писал альманах, что в моду, можно так сказать, вошли картинки с надписью, совершенно открытой для чтения. То есть не запечатанной в конверты. На какое-то время мода на такие картинки ушла, но уже в конце 19 века она снова возобновилась. И вот она возобновилась у нас в Англии, также во Франции, но самую большую популярность приобрела в Германии. Первыми открытками это, можно так сказать, были авторские задумки, когда один из джентльменов попросил нарисовать друга своего художника открытку, где расположена композиция «Рождественная с елкой» и его семьей, и отправил своим друзьям. Оказалось, что такое почтовое поздравление стало очень популярно и поприветствовалось. И таким образом их потихоньку начали печатать и отправлять чисто, можно так сказать, из личной инициативы. Ну а на территорию России открытки пришли уже в 19 веке. Прежде всего присылались и покупались открытки из-за рубежа. В основном это была Германия. Она, в принципе, лидировала в изобретении и печатали открыток. И вы знаете, я в детстве, наверное, как и многие моего поколения сверстники, мы увлекались очень открытками. Ну, можно так сказать, экономили деньги на завтраках и после уроков. Я, например, всегда с своими подругами шла в книжный магазин, мы часами могли рассматривать необыкновенно красивые открытки того советского времени. Но мне в наследство достались и открытки, которые были привезены из Германии. Моей бабушкой и дедушкой. Открытки были очень красивые. Обращаю ваше внимание, что сначала открытки были рисованные, а потом в моду уже вошли фотографии. Конечно же, изображалось все, что можно было. И цветы, и животные, и люди. Но, как правило, больше ценились и нравились рисованные изображения открыток. Светлана, извините, пишут, что у нас очень тихий звук, но у нас в настройках, в принципе, все в порядке. Может, говорить погромче? Хорошо, постараемся говорить погромче, чтобы лучше нас слышали. Если у вас проблема со звуком, попробуйте перезайти в эфир, либо же проверить свои настройки. Спасибо. Спасибо. Мы постараемся говорить громче. Возможно, это из-за того, что, может быть, надо было, например, применить наушники. Или микрофон, да. Да, или микрофон, но пока нет таких возможностей. Я надеюсь, я буду говорить громче, и вы меня услышите. Вот. Открытки вот рисованные. Видите, тоже немецкие открытки раритетные. Очень интересные, милые, приятные сюжеты. Ну, и, конечно же, наша рождественская тема. Это, опять-таки, сюжеты жизни людей. Какая-то приятная атрибутика. В основном использовались сюжеты, связанные с детьми, с новогодними праздниками. Ну, и когда открытка пришла уже к нам, можно так сказать, в Россию, у нее была очень интересная судьба. Прежде всего, в царское время разрешали писать послания только на внешней части открытки. То есть, там, где была изображена картинка. С обратной стороны писали только адрес. Но в 1904 году этот запрет отменили. И, таким образом, начали писать более крупные послания на обратной стороне открытки. В принципе, в чем была причина? Как, собственно говоря, и в том, что такое понятие, как открытка почтовая именно, пытались внедрить не менее трех раз. Так как она была меньше, и слов на ней помещалось меньше, соответственно, она стоила дешевле. Почта не хотела принимать какие новшества для того, чтобы не терять средства. Но все равно открытка заняла достойное место уже и на почтовых полках. Позже, как вы знаете, история повернулась. И у нас произошла Первая мировая война, революция. И многое поменялось. В советское время, особенно в начале советского периода СССР непосредственно, праздник Новый год и Рождество, как таковые, были отменены. Елки стали гуржуазным пережитком. И достаточно длительное время на открытках печатали красноармейцев, сражающихся с врагом, просто зимние пейзажи, соревнования, например, лыжные и так далее. То есть та эстетика и красота Рождества и Нового года исчезла. Но потом снова вернулась. Запрет был снят. И на место красивых рождественских сюжетов пришли сюжеты, которые подчеркивали непосредственно жизнь и периоды советского времени. Ну, вот, например, Дед Мороз, молодой, красивый мальчик, который явно у нас занимается спортом. Да? Тебе чует? И чем больше шел прогресс вперед, тем больше это все отражалось и на открытках. Дед Мороз летит, например, в космос. Я подобрала разные открытки. Где-то Дед Мороз точно так же пишет письма уже с радиоприемником, говорящий о прогрессе. Где-то Дед Мороз художник. И вот таким образом и мы с вами будем сегодня фантазировать. Открыток было, конечно же, огромное множество. Огромное множество сюжета. Как вы видите, развитие спорта. Ну, вот. Это открытка более старого периода времени, 50-х годов. Потом в моду стали входить открытки в виде фотографий и коллажей. И даже вот такие переливные открытки. Так что, в принципе, история открытки очень интересная. Современно они стали модернизироваться. И начали иметь даже разные размеры. Не только стандартные по ГОСТам, а уже ближе к 90-м годам, концу 20-го века, начала 21-го. Видите, открытки стали превращаться в разные размеры. Потому что полиграфия стала позволять открытке разных размеров печать. В тот период времени и до сих пор сохраняется и ценится ручная открытка. Вот эту открытку, например, мои родители привезли мне из Прибалтска в свое время. Это настоящие засушенные цветы. И каллиграфическим почерком написано. Поздравляю. Вот так и мы с вами сделаем нашу личную хендмейдерскую открытку, можно так сказать. И что же я хочу вам предложить. Первое. Мы должны с вами подготовить материал, кто хочет работать вместе со мной. Кто хочет просто посмотреть эфир, он будет сохранен. И в Open Art Academy на страничке вы сможете еще раз это видео просмотреть. Так что рекомендую присоединяться и подписываться на Open Art Academy. Итак, что же я бы хотела вам сегодня предложить для дизайна открытки. Во-первых, я хочу, чтобы для вас это было не сложно, интересно. Чтобы вы могли развить свою фантазию и использовать те материалы, которые у вас под рукой. Первое, что мы можем делать, это открыточки акварельные, которые вы можете подписывать, вкладывать в подарки. Это очень приятно. Я думаю, если мы возродим эту традицию живых открыток, это будет очень хорошо. Ну вот такое небольшое вступление. Если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Пока нет вопросов. Пока же ближе. Отлично. Отлично. Значит, мы с вами переходим непосредственно к нашей работе. Итак, можно сделать открытку. Ну, давайте подумаем, для чего, да, затратив столько времени, нарисовать открытку вручную. Ну, начнем. Так, вопрос один. Есть очень тихий звук. Это было уже. Ага. Извините. Итак, открытка. Сейчас мы перешли с вами в мир технократический, компьютерный. Очень легко и просто нажать сердечко, цветочек, да, либо поцелуй. Это настолько уже входит у нас в какой-то такой автоматический режим, что мы практически не испытываем даже чувств, печатая тот же набор сердечек. Когда же мы с вами делаем своими руками письмо, пишем слова, которые на самом деле мы хотим от сердца пожелать друг другу, это будет иметь совершенно другое значение, как вы понимаете, нести совершенно другую энергию. Кроме открытки, которую можно вложить в подарок для любимого человека, друга, родственника или, в принципе, подарить дорогому человеку, вы также можете создать и вот такие вот небольшие, ну, можно так сказать, маркеры к вашему подарку. То есть их можно привязать ленточкой и сзади тоже написать приятное послание. Также можно создать нам с вами и более сложный вариант, вот такую открытку мы сегодня сделаем, видите, такая вот открыточка трансформер. Вы можете, конечно, будет тут использовать свою фантазию и цвет. Вот я покажу вам ее поближе. Но основным дизайном мы сейчас с вами тоже займемся. Итак, чем же мы займемся с вами с самого начала? Прежде всего, нам необходимо подготовить фактуры. Делать мы будем акварелью. Я подготовила несколько. Вот. Более холодной цветовой гамме и более теплой. Вы можете подобрать ту, которая вам больше будет нравиться и соединить те или иные краски. Итак, для этого вам понадобится лист акварельной бумаги. Я, например, взяла А4 формата. Вы можете взять меньше. Вот. Все зависит от того, какую вы хотите сделать задумку. Если мы с вами... Ну, если у вас получится сделать аккуратные заливки и обратная сторона листа останется у вас белая, чистая, то таким образом, прямо из этой фактуры вы можете, собственно, сделать открытку. Если же так не получится, то можно использовать фактуру непосредственно для деталей открытки, которую мы будем с вами делать. Либо элементов, которые нам необходимо будет вырезать. Итак, что нам необходимо? Акварельные краски, вода, кисти и акварельная бумага в данном случае. Если вы хотите поэкспериментировать, вы можете взять любую другую, ну, тоже плотную бумагу, потому что тонкая от воды даст не очень хороший эффект. Но на разной бумаге, опять-таки, акварель будет вести себя по-разному и экспериментируя, вы можете получить разные эффекты. Итак, подбираем цветовую гамму, берем широкую кисть, рекомендую смочить лист бумаги. Можно сделать это широкой кисточкой. И вводим цвета. Если вы хотите сделать яркую радугу, пожалуйста, пусть будет яркая радуга. Если вы хотите выдержать в какой-то одной цветовой гамме, это также будет очень хорошо. Итак, я, например, беру желтый цвет и даю возможность заполнить им какую-то часть листа. Далее я добавляю красный. Достаточное количество воды, пигмента. И ввожу красную фактуру так, чтобы она у меня разлилась. Один цвет в другой. И таким образом вы чередуете. Можете добавить красного, оранжевого. Если поверхность вашей бумаги влажная, пигмента давайте чуть больше, чтобы красочка у вас расливалась и перетекала одна в другую. Пожалуйста, не смешивайте краски на листе. Не то они дадут вам грязную кашу. И вот, когда вы залили разными цветами, вы можете взять, так как у меня цвет, например, очень светлый, я беру цвет темнее. И могу взять и побрызгать, постучать и создать вот такую вот фактуру. Из этой фактуры можно делать много разных интересных вещей. Конечно же, нам необходимо подождать, чтобы наша фактура высохла. Не высохла, естественно, окончательно. Пока она сохнет, вы можете готовить другой материал. Например, то, какой стиль, какой открытки вы хотите создать. Представьте, что ваша фактура высохла. Я, например, разрезала листик на 4 части и получила вот 4 разные фактуры, с которыми я могу работать. Итак, первое, что мы можем сделать. Мы можем из этих фактур вырезать формы. Формы, из которых мы потом можем создать. Например, вот таких удивительных птиц. Либо такого смешного лысого. Либо такого смешного лысого. Либо вот такого симпатичного тигра. И здесь мы используем с вами обычную гелевую ручку и соединяем наши фактуры. Каким образом мы это делаем? Мы вырезаем с вами клише. Если вы сомневаетесь, вы сначала можете взять обычную белую бумагу. В данном случае у меня, например, розовая. Обычную бумагу. Карандашом нарисовать форму головы, например, тигра условную. Форму головы лося. Либо нарисовать форму птицы. И точно так же нарисовать отдельные части. Те, которые вы хотите вырезать из разных фактур. И вырезая, наклеиваете одно на другое. Гелевой ручкой. Соответственно, вы прорисовываете детали. Как мы можем применить эти формы? Например, у вас есть подарок, который вы запаковали. Совершенно спокойно вы сверху клеем-карандашом, например, наклеиваете веселого лося. И пишите поздравления, например, любимой дочке, или дорогому внуку, или любимому мужу. Но это уже как у кого служится. Либо приклеиваете символ года. Таким образом, ваш подарок будет индивидуален. Можете даже привязать его на веревочку, как я уже раньше показывала. Таким образом, вы можете сзади написать, соответственно, поздравления. И таким образом, подарок станет еще более знаменательным. Итак, а мы сейчас с вами попробуем с этими фактурами создать вот такую более сложную открытку. Что вам для этого понадобится? Вам понадобится лист бумаги. Вы можете взять цветной непосредственно. Он достаточно тонкий, его легко вырезать. И мы его складываем с вами. Сначала складываем пополам. Я делаю в большом формате. Вы можете сделать еще в более малом формате. Например, сложить пополам и разрезать. Я сделаю больше, чтобы вам лучше было видно. Разрезая пополам, у вас получится вот такая маленькая открыточка. В большом формате, соответственно, она будет большая. Мы сложили с вами лист пополам. Затем одну сторону мы сворачиваем еще раз пополам. Собственно говоря, у нас получается вот такая форма. Частично горошка. Дальше мы с вами берем круглую форму, либо циркуль. И в данном случае я беру такую красивую крышечку. Ставлю ее по центру и обвожу карандашом. Что у меня получается? Я вижу ту часть, которую мне надо вырезать. И ту часть, на которую мне необходимо наклеить, например, потом мою фактуру. Итак, я беру ножницы. И вырезаю кружочек согнутой части листа. Прежде чем это делать, конечно же, подберите свою цветовую гамму. Придумайте задумку, что бы вы хотели показать. И какой элемент. Итак, у меня получилось. Вот отверстие непосредственно, в котором будет находиться элемент. Это может быть не только елочка, это может быть колокольчик, это может быть шарик, это может быть, например, птичка, если это снеги, да? Это может быть, например, рождественская звезда. То есть все, что угодно, что у вас ассоциируется с Рождеством и что вы придумали сделать именно в данной открытке. Дальше мы с вами берем в данном случае, например, я хочу сделать зеленую фактуру на розовой открытке. Я беру тот же самый размер нашего шарика, нашей окружности, обвожу и вырезаю. Я предпочитаю наклеивать на бумагу непосредственно клеем-карандашом. По крайней мере, тонкая бумага у вас не будет волниться. И наклеится мягко и аккуратно. Смазываем клеем. И наклеиваем во внутреннюю часть нашей открытки. Вот четко по контуру нашего кружочка. Вот таким образом. Дальше мы раскрываем нашу открыточку. И на сгиб вы можете приклеить плотную нить, ленту красивую. Например, я хочу приклеить золотую ленточку. Вот я отрезаю размер, который мне необходим. Кто-то может приклеить скотчем. Мне больше нравится для красоты. И с такой же зеленой фактурой можно вырезать два небольших кружочка. Вот смотрите, у меня под рукой, например, клей-карандаш. Я кладу колпачок клея-карандаша. И обвожу один кружочек и второй. Точно так же их вырезая. На эти кружочки я приклею нашу ленточку. Вообще, я люблю пользоваться тем, что, можно так сказать, под рукой. С минимальным использованием количества инструментов. Использую один инструмент в разном, можно так сказать, ракурсе. И использую все его возможности. В данном случае я использовала колпачок клея-карандаша. Вот мы вырезаем. Эффект вашей открытки, конечно же, зависит от того, какую фактуру вы создадите, какой цвет вы подберете, бумагу и так далее. И можно делать, конечно, очень эффектные вещи. Ну и потом, конечно же, вы включаете свою фантазию. Ну и чем больше креатива, тем, конечно же, интереснее и более запоминающейся вы создадите свою новогоднюю и рождественскую открытку. И поверьте мне, это станет уже произведением «Ускус» через несколько десятков лет. Потому что в любом случае одинаковые у вас открытки не получатся. Каждая будет индивидуальна. Соответственно, это будет уже исторический факт ручной работы. И, возможно, как пишет, как говорится, гугл и википедия, самую первую открытку, которая сохранилась до наших дней, была издана в 1894, если я не ошибаюсь, году. И дошла до наших дней. Ну вот, буквально в 2001 году была продана на аукционе за 22 500 франков, франков, а фунтов стерлингов, прошу прощения. Так что, возможно, и вы создадите будущий шедевр. Собственно, вдохновение вам в помощь. Итак, вот мы с вами сделали ленточку. Видите, приклеили, снова согнули наш листик. У нас практически с вами получается такое письмо. Нам еще сургучную печать. И можно отправлять в небесную канцелярию. Ну и дальше мы с вами придумаем, что же мы хотим создать в центре нашей открытки. И, например, на кончике ленты. В данном случае у меня такая ленточка, что я могу внизу ничего не приклеивать, а просто сделать ее закрученной. Ну, а в центр мы можем в данном случае, например, там у нас была елочка, в центр можно вырезать из другой фактуры, красной, вот розовенькой, мы можем вырезать колокольчик. Я, естественно, смотрю и вам рекомендую померить, какое количество бумаги вам необходимо использовать, чтобы он не был слишком большой, либо слишком маленький. И таким образом узнаваемую примитивную форму колокольчика, я думаю, в состоянии нарисовать. Вам, конечно, надо нарисовать ее в одном экземпляре. И потом вот так пополам согнуть листик, чтобы колокольчик у вас получился идентичный и с противоположной стороны, так как нам необходимо будет его склеить с двух сторон, чтобы он был у нас двухсторонний, естественно. И вот, нарисовав одну форму, сложив листик, аккуратно вырезаете колокольчик. Конечно же, вы можете опять-таки включать фантазию и дальше доработать кистью, либо гелевой лучкой, либо вообще придумать и наклеить блестки, что характерно для нового года. Без блесточек, естественно, это будет более такая выдержанная открытка. Вот я намазываю клеем одну часть колокольчика, вторую часть колокольчика и объединяю их, приклеивая к нашей ленточке. Колокольчика так может у нас вращаться в разные стороны. Такая мобильная открыточка получается. И дальше, после того, как вы сделали вот такой эскиз своей открытки, дальше вы, конечно же, придумываете, что вы хотите написать. Вот, как вариант вам композиция, например, 20-22, ну, в данном случае «Летящие звезды» и написано «С Новым годом». Вы можете написать «Happy New Year», вы можете написать «Здесь дом», «Обозновым роком». То есть на том языке, на котором вы бы хотели поздравить своего близкого человека. Ну, и дальше, открывая открытку, вы точно так же можете внутри тоже написать текст. Рекомендую вам взять тоже гелевую ручку, либо яркие, например, такие струнциановые фломастеры. И можно разрисовать непосредственно, если это елка, елочку. Если это колокольчик, расписать колокольчик. Это будет очень интересно и индивидуально. Все равно вы придумаете непосредственно свой орнамент и свои украшения. Что бы я еще вам хотела предложить из тех фактур, которые мы сделали. Вот моя сохнет, она такая интересная. Смотрите, видите, как красочка расплылась. Мы побрызгали. Акварельная бумага дает вот эти вот спецэффекты, когда растекается красиво одна краска в другую, создавая вот такие вот интересные необычные фактуры. Главное не возить кистью по бумаге, по одному и тому же месту и по одному и тому же цвету. А хуже всего, если соединить их все в кучу, тогда получится грязь. Поэтому контролируйте, пожалуйста, как вы накладываете один цвет, за ним второй, затем третий. Ну и, конечно же, контролируйте тот момент, что если у вас фон светлый, то дайте темные отценты, темные оттенки. В акварели лучше идти таким путем, потому что на темном фоне вы сможете брызгнуть только, например, либо белыми акварельными, либо белой гуашью, чтобы она тоже красиво растеклась и дала вот такие вот интересные фактуры. Вот, но листик пока еще сохнет, то есть надо дать ему время подождать, чтобы он высох. Что мы можем еще сделать на открытках? Это вам как пример. Можно вырезать самую простую форму, например, елочных игрушек-шарика. И точно так же доработать гелевыми ручками. Можно цветными, можно фломастерами. Если же вы хотите создать все акварельно, например, цветными карандашами, вот, или даже гуашиными красками, это все можно сочетать и соединять, тогда открытка станет еще более яркая. Можно даже накладывать одну форму на другую, сочетая разные цвета. Теплые, холодные, да, более яркие, более спокойные, пастельные. Вот. Украшая, конечно же, надписями, значимыми датами и какими-то интересными элементами. Это такой простой вариант, я вам предлагаю открытки, который вы можете сделать в достаточно большом количестве. Например, вам необходимо 10 разных штук, вы хотите каждому из близких своих людей сделать такую вот интересную авторскую открытку с приятными пожеланиями. Вы знаете, поверьте, если возобновить эту традицию, кстати, она до сих пор очень ценится в высших кругах, вот, потому что это на самом деле ну такая не просто даже память, да, хотя, собственно, открытка, это на самом деле память, память на долгие годы. Это еще чувства, те чувства, которые вы передаете один другому. Вот. Ну и, конечно же, это произведение искусств, если это сделано вашими руками и с вашей идеей. Вы знаете, на нашей группе, на нашем сайте и фейсбуке OpenArtAcademia дает очень много интересных мастер-классов, интересных курсов, где вы научитесь как мастерству, так и креативу. Поэтому подписывайтесь, я вам рекомендую. Ну, что ж, еще я вам могу предложить. Открытки могут быть разные. Делайте их в небольшом формате. Это можете сделать достаточно быстро. Не бойтесь цвета, не бойтесь сочетаний краски. Творите. В любом случае, в каждом человеке есть чувство гармонии. И когда вы к нему прислушиваетесь, вы всегда создадите милую, приятную открытку, которая будет радовать ваших близких. Ну и, конечно же, можете придумать, как вы оформите подарок, либо просто поздравите близкого человека, подарив ему красивую рождественскую вот такую вот открыточку. Ну что ж, Даша, есть ли у нас вопросы у наших зрителей? Есть благодарности за эфир, а вопросов пока что нет. Ну, дорогие друзья, я хочу поздравить вас с наступающими праздниками, пожелать вам вдохновения. Я надеюсь, что мне удалось вас вдохновить. Я надеюсь, что вы получили интересную информацию. Такой же интересной информацией я делюсь в группе Open Art Academy на Facebook. Так что еще раз приглашаю вас подписываться и смотреть наши мастер-классы. Желаю вам крепкого здоровья и в этом, и в следующем году. Ну и, надеюсь, до новых встреч. Благодарности за эфир. Спасибо. Спасибо. Спасибо.